Два дня в Ульяновске работал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Он посетил Ульяновский патронный завод, где в марте этого года запустили тестовое производство новых видов продукции. После осмотра нового оборудования федеральный гость обсудил с директором предприятия вопросы государственно-частного партнерства в оборонно-промышленном комплексе. Уникален он еще и тем форматом ГЧП, государственно-частного партнерства, который позволяет активно проводить техническое перевооружение, выходить на новые рынки. Таких примеров, к сожалению, у нас в стране еще немного. Поскольку политик также является первым вице-президентом Союза машиностроителей России, во время визита на патронку его волновала тема подготовки кадров для промышленной отрасли. Вопрос обсудили участники профильного круглого стола в межрегиональном центре компетенции. Сегодня на базе авиационного колледжа идет подготовка специалистов по профессиям и специальностям в тесном взаимодействии с ведущими предприятиями. Учебное заведение обучает специалистов по 50 востребованным и перспективным профессиям в России. Сегодня у нас в гостях был генеральный директор завода «Аэрокомпозит» Солодков. И мы с ним обговаривали как раз перспективы внедрения в образовательный процесс знаний и компетенций по композитам. И понятно, что мы обговаривали как раз дальнейшее трудоустройство, что ребята будут востребованы именно вот на этом предприятии и они будут им нужны. Отметим, что учебное заведение активно участвует в движении WorldSkills и является площадкой проведения чемпионатов профессионального мастерства по таким компетенциям, как ремонт и обслуживание легковых автомобилей, обслуживание авиационной техники, автопокраска. На базе полигона идет подготовка национальной сборной и региональной команды. Ребята сначала изучают теоретическую часть, а затем отрабатывают знания на практике под присмотром опытных преподавателей. Практика, по мнению студентов, это самое интересное в обучении. Когда наступают практические занятия, нас приводят сюда на полигон, нам дают определенные задания разобрать двигатель, собрать, отдефектовать его, выявить неисправности, также устранить их и потом собрать в обратные последствия. Также с коробкой разбираем, дефектуем, собираем. Также дают модули диагностики, электрики, объясняют принципы, способы, как лучше сделать, всякие хитрости также рассказывают. Леновская область стала одним из семи субъектов Российской Федерации, где созданы и успешно работают межрегиональные центры компетенции. Этот положительный опыт, по мнению Владимира Гутенева, нужно расширять и обобщать, поскольку кадровый вопрос для многих предприятий и сегодня остается самым сложным. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.